Дмитрий Квартальев, главный тренер Минского Динамо, Дмитрий Вячеславович, я поздравляю вас с победой. Есть победа над Спартаком, давайте подведем итог этого матча. Ну, такая хорошая, неплохая игра, чуть-чуть старт, несколько смен не получился. Но, наверное, ключевой момент будет тот, что в втором периоде очень много играли в меньшинстве, выстояли. И в самом начале третьего периода все-таки забили такой хороший гол. Это единственное, опять же, минус 5 секунд не дотерпели, на ноль бы хотелось бы сыграть. Что сегодня делал Александр Волков? Я думаю, его дубль в первом периоде тоже вклад хорошим нес. Ну, там неплохо вся тройка играла. Здесь, в общем-то, здорово, что есть такая химия появилась. Но, дай бог, это только одна игра у них, но надеемся, что дальше будет так же. Как раз-таки, да, Волков, две шайбы, Фридс, две передачи. Получается, сыграло ваше сочетание? Ну, опять же говорю, это хорошие игроки. В общем-то, сюрприза никакого не было, что они так сыграли. 6 секунд Дилан Фергусин не достоял до сухаря. Или все-таки то, что он делает в двух последних матчах гораздо больше, он вклад в команду принес, чем просто игра на ноль. Насколько им довольны? Нет, ну, он нам дает шанс на победу. Это здорово. Это вратарей играют. Я думаю, что сегодня и противоположный вратарь очень много шансов давал на победу. Но это работа вратаря. Это очень важно. Ну, естественно, такая продолжительная домашняя серия «Динамо». Может быть, сегодня именно с этой игры со «Спартаком» стоит положить начало победам именно дома, а не только на выезде? Я громко не расслышал вопросы. Получается, в матче со «Спартаком» можно начать побеждать и дома, да? Потому что дома еще не одну игру будет сыграть? Нет, ну, здорово. Мы очень много игр проиграли до этого дома. Здорово, что мы победили. Это хорошая команда «Спартак». Ну, опять, давайте над этим не зацикливаться. Нужно найти свою игру и продолжать радовать болельщиков. Спасибо большое. Споведую вас еще раз. Дмитрий Квартальев подводил итоги матча. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok